Ежедневно общественным транспортом пользуются тысячи людей, 30% из них пенсионеры. В День Благодарности городской Кемат решил отблагодарить всех пожилых людей до дневным бесплатным проездом в автобусах и маршрутках. О благотворительной акции сообщили каждому водителю. В честь этого праздника мы не берем, завтра есть. А вот с кого не берем? С пенсионеров, у кого книжка предъявляют. Мы не берем честь праздника у пенсионеров? Нет. Нет. Мы уважаем их. Вообще не беру я. В праздничный день на маршрут вышли около 1200 автобусов, но оказалось, что акция работает далеко не во всех. Несмотря на то, что водители транспорта знали о бесплатном проезде, кондукторы продолжали брать плату с пенсионеров, ссылаясь на незнание о условиях акции. Берут проезд? Берут. Берут? Да. А сколько вы платите? 50. Вот пенсионеры другие платили, а у меня удостоверение как ветерана войны. Я не платила. Назарбаев же говорил, за 70 лет пенсионеры вообще не должны платить за проезд. Ну ждем, вот когда мне 70 полнится, я надеюсь, что наш Назарбаев дал такой указ, будем ездить бесплатно. Так же, как и всегда. 50 сенге, пока еще 50 сенге берут. Что-то кондукторы говорят вообще? Ничего не говорят. За проезд и все. Два раза проехал, заплатил. Если о пенсионерах будет больше думать, то и жизни у пенсионеров лучше будет. После замечания съемочной группы, собранной за проезд деньги, кондуктор возвратил пенсионерам. Тем временем в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог поясняют, бесплатный проезд для пенсионеров – акция добровольная, а потому ее исполнение на совести самих перевозчиков. Акцию поддержали две транспортные ассоциации, и акция является на добровольной основе, и за это мы их наказывать не будем. К слову, бесплатными услугами перевозки в область, независимо от праздников, пользуются участники Великой Отечественной войны, тыловики, обладательницы подвесок Алтыналка и Кумы Салка и инвалиды по зрению первой группы.